я таких теток раньше порицала у тебя ж мужик золото все в дом все в семью красивый умный нежный заботливый верный зажралась да на мудаков потянула ты зачем же дура такое золото бросила а потом как-то случайно поговоришь с их брошенными мужьями и понимаешь блин а оказывается все не так просто есть у меня хороший знакомый которого я знаю лет 20 со школы еще он и в школьные то времена был какой-то прям вот чересчур идеальный и красивый и умный и эталонно воспитанной от него млели не только все девочки но и весь женский педсостав а когда вырос и возмужал вообще превратился в какой-то несуществующий женский идеал красивый как боженька умный как вассерман с безупречными манерами английского лорда в газпроме на хорошей должности работает а ко всему этому еще романтичные пылкий как главный герой из какого-нибудь бульварного женского романа прям не мужик одет мороз для взрослых девочек никто его живьем не видел но все в него верит и мечтают встретить но вот парадокс ни одна из его женщин не прожила с ним больше года причем бросали его все по одному и тому же сценарию без скандалов без претензий и без видимых причин все они как-то неловко и нелепо что-то там врали про ты только не думай мы не расстаемся просто даже вот психологи советуют месяцок-другой пожить отдельно друг от друга это очень укрепляет отношения и вообще там сплошная польза только не помню какая и при этом не смотрели ему в глаза а носочком туфельки выталкивали из квартиры чемодан с его вещами и вот сидим мы с ним на балконе не поверите не бухаем даже он же не пьет и не курит поэтому мы сидим и пьем превосходные английский чай из фарфоровых чашечек он не изливает душу а в конце вопрошает но объясни мне хоть ты что я делаю не так я же ей цветы дарю каждый день и лепестками роз ее осыпаю каждый вечер и свечи в спальне зажигаю и стихи ей посвящаю и в гостиной во весь потолок выложил ее портрет стразами сваровски 10 на 10 метров я не пью не кулю на других женщин не смотрю ты же меня знаешь я любимой женщине верен как собака так чего им всем еще то надо чего им не хватает то и знаете я два часа на все лады и со всевозможными примерами объясняла ему что нельзя устраивать женщине праздник каждый день он просто перестает быть праздником нельзя каждый день петь и серенады под окном каждый день дарить цветы предлагать выпить вдвоем шампанского в ванной в пении свечах но нельзя это как день рождения неделю отмечать сначала весело и клёво а к пятому дню уже хочется тупо валяться дома на диване перед телевизором и отдыхать от праздника всего должно быть в меру и цветов и серенад и романтики шампанским ну пусть хотя бы по выходным если каждый день съедать по большому торту максимум через неделю тебя начнет тошнить при одном взгляде на сладкое и очень захочется простого бородинского хлебушка а он не понимает вот серьезно не понимает и все говорит я по-другому не могу если я люблю я свои чувства прятать не могу я же не специально это все делаю чтобы впечатление произвести я же реально от всей души и сердца но разве не о такой любви мечтают все женщины а такой да начитаемся романчиков в мягких обложках насмотримся всяких мелодрам про любовь и сидим все в соплях мечтаем о такой вот неземной любви но мечтать это одно а вот жить так в реальной жизни никто долго не сможет и мужик твой золото все подруги от зависти волосы рвут и цветы каждый день и шампанское в ванной и серенады под окнами ну как ему в лицо сказать что тебя уже тошнит и от шампанского и от серенад да от мужика прям уже тоже стыдно такое говорить и молчат все и терпит и себя винят что не ценит такого счастья и рано или поздно сбегают молча и без объяснений потому что объяснять тоже бесполезно не поймут они вас искренне не поймут они ж годами потом будут писать звонить а то и по бабкам колдунь им бегать начинают порчу несуществующую с вас снимать потому что так и не поняли почему от них таких хороших вдруг сбежали роняя тапки ну и Субтитры подогнал «Симон»